Российские военные в Украине используют так называемую тактику амебы. Поскольку у них нет возможностей для глубокого прорыва, они экспериментируют с небольшими силами повсюду и надеются, что где-то появится шанс. «Сами россияне используют то, что можно назвать тактикой амебы. Осознанно или нет, но у них нет возможности для глубокого прорыва. Они проталкиваются повсюду, несмотря на жизни своих солдат, на свою технику, так сказать, горящую, и надеются, что где-то вдруг появится возможность». Эннумыц, начальник генерального штаба сил обороны Эстонии, генерал-майор. Захватить часов Яр к 9 мая. Такую задачу перед своими военными поставило высшее российское руководство. Однако украинские силы обороны героически препятствуют реализации этого плана. «В целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭП. Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений». Александр Сырский, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины. 87 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооружённых сил Украины. В то же время ВСУ продвинулись в районе Кременной и Новомихайловки, сообщает Американский институт изучения войны. «На Новомихайловку постоянно оказывается давление. Но действительно российские оккупационные войска не могут там добиться серьёзного успеха, выйти даже к центру села, а порою им приходится отступать со своих позиций». Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Захватчики обстреливали из артиллерии и миномётов Часов Яр, Константиновку и Углидар Донецкой области. В попытках оккупировать украинские территории российские военные попросту стирают с лица земли украинские населённые пункты. Вот так сейчас выглядит Работина, которая даже невозможно назвать населённым пунктом, потому что населения нет. Такое лицо имеет русский мир. Именно так освободители освобождают наши территории, освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и совсем от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитывается об успехах на фронте. Из сообщения Сил обороны Юга Украины в Телеграм. ВСУ продолжают бороться с последствиями российского терроризма и в море. Украина ожидает получить от партнёров минимум пять противоминных кораблей, сообщили в военно-морских силах. Экипажи двух судов уже прошли подготовку и несут службу. Ещё три корабля готовятся к передаче. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 454 тысячи военных. За сутки были ликвидированы ещё 770 российских оккупантов. Силы обороны Украины уничтожили шесть танков, 31 бронемашину и 41 артсистему. Захватчики также лишились более 30 оперативно-тактических беспилотников. ВСУ уничтожили три крылатых ракеты, а также более 50 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом.